Это песец, и он очень внимательно слушает, как его добыча двигается под снегом. Буквально через несколько мгновений он сделает очень смешной прыжок мордочкой вниз. Песец охотится на леммингов. Лемминг это обычный полевой хомяк. Но вот обиталище у него, это место в опасной мерзлоте. Есть! Песцу в этот раз удалось поймать добычу, но чтобы наесться, нужно сделать еще несколько удачных атак. А это одинокая волчица. К сожалению, у нее нет стаи. Но вот она заметила такого же лемминга. К сожалению, она не владеет такой реакцией, как песец. Ей не удалось поймать маленького хомячка. Несколько дней назад ее партнер исчез. Хоть и без добычи, но в тепле. Эта самка прячется в специальном укрытии вблизи реки. В теплом и сухом месте также скрываются ее маленькие волчата. Волчата не выживут без своей матери. Скучая по своему партнеру, самка начинает завывать. Но это очень опрометчиво с ее стороны. Конечно, она не могла предположить, что ее услышат чужие волки. Услыхав вой, бродящие самцы с легкостью могут определить, что это самка. Они начинают выслеживать ее и приближаются. Ведь обладают не только отличным слухом, но и обонянием. В полном одиночестве самка находится в огромной опасности. В еще большей опасности находятся маленькие волчата, так как они абсолютно беззащитны. Преследователями оказывается целая стая, которая также обладает своим потомством. Они патрулируют свою территорию в поисках чужаков, которые нарушили их границы и подлежат уничтожению. В мире дикой природы уничтожению подлежат не только взрослые особи. Никто не будет жалеть маленьких волчат, ведь стая понимает, что это будущая угроза, и ее нужно уничтожить в зачатке. К сожалению, им удалось найти укрытие с маленькими волчатами. Самка не может подойти и защитить их, ведь в таком случае она сама погибнет. Стая уничтожает потенциальную угрозу, ведь им нужно выращивать свое собственное потомство.